В Крыму завершился основной период сдачи государственной итоговой аттестации. В этом году проходить ГИА в форме единого госэкзамена решили 74% выпускников. По словам министра образования республики, с точки зрения организационных и технических моментов, все прошло успешно. Никаких утечек экзаменационных материалов допущено не было. Зафиксированы единичные сигналы о нарушениях, но они оказались сложными. На сегодняшний день есть результаты по обязательным предметам. Это русский язык, базовая и профильная математика, химия, история и так далее. На сегодняшний день у нас 9 стобальников. Пока это предметы русский язык и химия. Мы в этом году лучше написали профильную математику, в отличие от прошлого года. По остальным предметам результаты соизмеримы с прошлым годом. При этом Министерство образования республики уже готовится к грядущему учебному сезону 2018-2019 года. Для учителей-предметников по направлениям химия, биология, история и общество знания будут проведены курсы повышения квалификации. Наталья Гончарова добавила, 25 июня стартует резервный период сдачи ГИА для тех, кто по уважительной причине не успел пройти аттестацию ранее. В основном это медицинские показания или прекращение работы по уважительной причине в основной период. Таких у нас детей более 700 человек. Они успевают сдать экзамены, успевают получить результаты, чтобы уже в этом году подать документы на получение высшего или профессионального образования. Также с 1 июня в республике стартовала оздоровительная кампания. Для крымских детей закупать путевки начали еще зимой текущего года. На эти цели по специальной программе было выделено порядка 300 миллионов рублей. Ребята смогут отдохнуть в детских лагерях Киерчей, Бахчисырая, Алушты и Евпатории. Первая смена заканчивается 21 июня. Никаких нарушений выявлено не было. Наталья Гончарова подчеркнула, Министерство образования не распределяет путевки. Эта задача возложена на муниципальное образование. Минобраз лишь устанавливает их количество. Льготные категории определены. База талантливых и одаренных детей определена. Есть часть детей, которые стали победителями, финалистами тех или иных конкурсов и имеют сертификаты на получение путевки в оздоровительный лагерь. Это вот та категория, которая 100% должна быть обеспечена. Что же касается Артека, то для крымских детей официальная квота пока нулевая. Республиканское министерство получило 9 горящих путевок на шестую смену, которые были распределены между муниципалитетами. Не осталось без внимания и тема лицензирования образовательных учреждений Крыма. В настоящий момент обязательную процедуру прошли 90% школ, 78% детских садов. По закону лицензии должны быть у всех до 1 сентября 2018 года. Однако в Госдуму внесен проект о продлении данного срока на год. Причина – недостаточное финансирование учреждений. Для решения всех вопросов необходим минимум миллиард рублей. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok